Денис Александрович Марченко, председатель Московской городской коллегии адвокатов РУСМК «Право» с темой «Что не так с арбитражным процессом сегодня?» Денис Александрович, вам слово. Я хотел бы в первую очередь сказать, что очень хорошо меня представил Кирилл, и получился такой контраст с предыдущим спикером. То есть коллега и профессор, и преподает, а у меня никаких таких регалий нет. И честно признаюсь, я прошу внестись к моему выступлению в некотором смысле не сходительно, потому что оно не будет научным, и у меня никакого совершенно нет опыта в научной работе. Я после окончания вуза больше, наверное, в руки, скажем так, учебник не брал. Ну, конечно, нормативная литература – это понятно, но вот именно такой научный учебник я этим никогда не занимался. Может быть, в некотором смысле от этого даже и страдаю, но банально скажу, не хватает времени. Поэтому, когда мне Кирилл предложил выступить спикером вот на таком вечере, я поначалу подумал, конечно, отказаться, потому что, ну, это не мой формат. Я никогда такого опыта не имел, и, в общем-то, мне казалось, что это научная какая-то дискуссия, и я тут совсем не впишусь, скажем так. Но потом я о чем подумал, что вот как в 2004 году я получил статус адвоката, а еще раньше я работал, как все мы, помощником, стажером. Как вот начал эту практику, так и до сих пор уже больше, получается, 15 лет этим занимаюсь. И всегда накапливаются такие какие-то вопросы или желание поделиться с коллегами своим, может быть, опытом или какими-то ситуациями. И, собственно, вот когда Кирилл мне предложил выступить, я и подумал о том, что я, может быть, и на самом деле хотел бы выступить. И так вот озаглавили мою тему, что не так с арбитражом. Может быть, немножко не совсем это, и корректно я так быстро придумал эту тему, но суть остается той же. Я хотел бы рассказать, по крайней мере, о двух случаях, которые, примерно такие же случаи, или как тут модное слово кейсы, у всех они в карьере происходят, когда вы уверены в своей победе в суде или перед следователем, или еще где-то, вы полностью уверены, что вы правы, но в итоге ситуация разрешается кардинально противоположным для вас образом. Вы понимаете, что это банальная ошибка, и вы постоянно задаете обо себе вопрос, ну почему так? И иногда вы, может быть, можете ответить на этот вопрос, иногда нет. Собственно, я бы хотел, коротко сказать, два случая, в отношении которого я, в общем-то, и знаю ответа. Другой случай, я просто этого ответа не знаю. Ну, конечно, коррупционные составляющие исключаем, ну и я их исключаю в этих случаях. Первый случай был связан с тем, что оба – это арбитражные дела, и у меня было одно арбитражное дело, где с моего клиента, доверителя, взыскивали денежные средства, эта компания была. И, в общем-то, я боролся очень активно с самой сутью этого взыскания, с основанием. То есть пытался доказать, что вообще никаких денег не должен, взыскание не должно произойти и прочее. Когда же вышло решение, я его прочитаю, я оказался и проигравшим, решение было против нас. Но, когда я прочитал решение, я даже не обратил внимания на сумму, на общее, а просто по самой сути был очень не согласен с этим, естественно, хотя вопрос был спорный. Но мне клиент говорит, послушай, а ты не заметил, что в решении банальная арифметическая ошибка? Ну вот просто 2 плюс 2, там написано 5. И отличие очень существенное, потому что, ну там в сумме, я помню, сейчас не буду в детали вникать, я подумал, да, это хорошее основание, чтобы в апелляции отменить. Но при этом я же хотел отменить не только по основанию ошибки, если бы отменить по ошибке, то там просто сумма снизится, а хотелось бы и полностью отменить решение. Поэтому я написал апелляционную жалобу, хорошо подготовился, на заседании апелляции, все, мы сражались по этому основанию, я всегда держал в голове о том, что ну сейчас я в конце вытащу этот козырь с арифметической ошибкой. Сначала мы очень долго спорили по сути, все, все устали и все, уже все свои аргументы использовали, как говорится, были выжаты как лимон. И в конце я говорю, знаете, я вот еще вот что хочу дополнить, потому что вот посмотрите расчет, 2 плюс 2, не 5, а 4 должно быть. Мне говорят, все, все, ну хватит, мы вас уже услышали, все. И решение без изменения. Я думаю, ну как же так? Ну как? Ну ошибка, репетите, это же очевидно. Жду с нетерпением, когда выйдет окончательный текст решения, он выходит. И как вы думаете, что там написано? Ничего вообще, как будто бы этого довода не было, да как будто бы нету ошибки. Она вот ошибка, я как сейчас понимаю, какая-то вообще была банальная. Не просто там что-то, ну вот именно вот банальнейшая. Ну естественно я иду в касацию, и точно так же сначала как бы спорю с сутью, и в конце тоже добавлю этот свой козырь про арифметическую ошибку. Результат точно такой же. Просто об этом ничего не написано, как будто бы этого нету. И мне постоянно даже клиент спрашивал, ну как такое может быть? Может быть они новым своим языком были, может они купили судьи и прочее, но я понимал, что в той ситуации это было невозможно было не так. Я говорю, нет, это не так. И вот долгое время себе задавал вопрос, почему так могло произойти? И к единственному выводу пришел. Это к такому, что, наверное, все-таки мы все участвуем в капитаже, мы знаем, как это все происходит быстро. Очень много дел, задержки, очереди. На сути мы мелькаем с нашими делами очень быстро. И, наверное, нужно начинать любой вот такой свой судебный спорт носить свою позицию, начинать с самого сильного своего козыря, чтобы тебя в первую очередь услышали. Потому что когда ты начинаешь с меньшего и идешь к большему, они уже утомляются, судьи я имею в виду, и уже дальше просто не обращают внимания, уже думают о своих делах и прочее. Может быть потом, когда сидел там помощник, лицом на суде опечатал решение, может быть они и видели, что действительно есть ошибка и прочее, но уже же огласили, что оставили изменения. Поэтому, ну, в общем-то, ничего с этим поделать нельзя. А как написать, что ошибки нет? Никак. Поэтому единственный способ – это просто ничего не писать. Вот, собственно говоря, я к такому выводу пришел. Я вот уверен, что, наверное, у каждого здесь сидящего в зале, кто практикует, какие-то подобные ситуации были. Не обязательно в армитраже, может быть, в суде общей реведикции или по уголовным делам. А второй случай, он, в общем-то, тоже похожий. Это уже касается банкротства. Все мы знаем, что в банкротстве допускается такая ситуация, если кого-то признали кредитором, то этот кредитор получает возможность обжаловать включение инвесторов других кредиторов. И в том числе обжаловать, если эти кредиторы подключены на основании какого-то отдельного судебного акта, то они получают право подать жалобу и восстанавливать срок процессуальный при необходимости для подачи совместной жалобой. Даже если этот обжалующий кредитор, он никакого отношения к правоотношениям тех людей не имеет. У меня была точно такая ситуация, это Арбитражный суд Рязанской области. И точно так же мой доверитель был включен в лист кредиторов. Мы пошли в районный суд оспаривать решение, которым признали долг другого кредитора. С восстановлением срока. Соответственно, пришел наш оппонент, который утверждал, как в таких случаях всегда они утверждают, то в такой ситуации оказывается, что нет, вы никакого отношения к нашим правоотношениям не имеете, вы не можете обжаловать наше решение, потому что вы даже не знаете, был долг, не был. Что вы можете об этом сказать? У нас был свой договор, мы работу выполнили. Откуда вы, хоть вы и кредитор, откуда вы вообще можете знать, были эти работы или не были. Поэтому вы в принципе не имеете права обжаловать это решение. и, соответственно, срок вам восстанавливать нет никакой целесообразности. Но есть постановление Верховного суда, все его знают, и судья в первой инстанции прямо в заседании им говорят, послушайте, ну как же вы такое говорите, как они не могут обжаловать, есть же постановление. Поэтому, конечно же, срок мы восстанавливаем, пускай дело идет в апелляцию, а там уже, по сути, вы будете спорить и разбираться. И мой оппонент обжаловал само вот это восстановление срока. Я, наверное, допустил ошибку, то, что когда было назначено заседание в Рязанском областном суде по этому вопросу, именно по восстановлению срока, я решил, ну, что я буду тратить время и ехать из Москвы. Понятно, ситуация однозначная, никогда в жизни такое определение не отменят, потому что, ну, четко об этом высказал Верховный суд, таких дел много. В общем, как бы, все будет нормально. Но нормально не было, потому что Рязанский областной суд отменил это определение и точно так же, вот, просто черным по белым написал, не имеет этот право обжаловать решение, потому что он не заинтересованное лицо и не являлся участником этих правоотношений и этого судебного спора, по которому он обжаловал решение. Я удивился, конечно, написал кассационную жалобу, это, кстати, было достаточно давно, тогда еще не было этих кассационных судов, тогда в кассации еще был так называемый судья-фильтр. Соответственно, написал в кассацию, ее не приняли, точно так же написали о том, что я не имею права обжаловать и прочее, ни слова нету ссылки на это постановление Верховного суда, и после этого я пошел уже в сам Верховный суд, написал жалобу и там постарался прокреативить, написать там такие фразы, потому что Верховный суд, посмотрите, вот как Рязанская область просто идет фактически против вас и игнорит ваши постановления напрямую и так далее. Верховный суд так же мне отказал, конечно же, в передаче дела, тоже просто написав, как будто бы этого постановления не существует, то есть как будто повернулись в прошлое, о том, что нет, вы не заинтересованы и прочее. И вот тут тоже возник такой вопрос. Почему? У меня таких аналогичных дел было очень много, когда, конечно же, восстанавливали срок, допускали обжалование и прочее. То есть противоположная ситуация. Такая ситуация вообще, по сути, была единственная. Других аналогичных ситуациях, конечно, всегда разрешают обжаловать. Здесь это не прошло. Почему? Вот я этот вопрос себе задаю уже очень долго и добавлю драматизма, уже доверитель умер. А я до сих пор спрашиваю, почему вот так вот получилось, я не смог его защитить, интересы и прочее. И, честно говоря, не нашел для себя ответа. Вот именно конкретное дело рассматриваю, почему тогда у меня так получилось. Может быть, конечно, не для всех это такой острый вопрос, а только для меня, поскольку я, грубо говоря, пропустил это через себя. Но вот когда Кирилл меня пригласил, я уже завершаю свое наступление, когда Кирилл меня пригласил, то мне вот захотелось рассказать коллегам общественности о том, что вот у меня в практике есть такое дело, которое я вспоминаю всю свою жизнь, хотя она на самом деле, сама суть мелковата. Я вспоминаю эту всю свою жизнь, задаю себе вопросы, не могу найти на них ответы. И, в общем-то, вот с этим живу. Кирилл, Сергей, большое вам спасибо, что дали возможность высказаться. Спроверяйте. Да, можно и так сказать правильно, да, спроверяйте. Смотрим, чтобы мне было интересно, я это долго держал в степе. Денис, спасибо большое. Рассказ не научный, но очень интересный. И, может быть, у кого-то будут вопросы, кто-то поделится своей юридической болью. Да, это действительно наша жизнь, да, вот это то, с чем мы каждый день ходим в сон. Я, наверное, если позволите, вкратце о своей боли поделюсь. У меня таких случаев было два. Первый случай, когда по двум аналогичным делам по методологии налогового учета суды двух разных субъектов высказали разные мнения. В одном субъекте я выиграл в трех инстанциях в Екатеринбурге. В Москве я проиграл в трех инстанциях. Вопрос один и тот же, один в один, даже компания была одна и та же. Подлежала бы и там, и там, и там, и там, и там. Несмотря на то, что решение диаметрально противоположное по методологическому вопросу в области налогового учета. Это потрясающе. Вот как это объяснить? Да. А как вы себе это объясняете? Я объясняю себе это очень просто. Видимо, жалобы в Верховный суд, наверное, не всегда доходят до судей, доходят до помощников. И, может быть, помощники все-таки до конца не разобрались в значимости проблем. Вот. А вторая моя боль заключалась, тоже у меня много налоговых споров, в налоговом споре. Значит, арбитражный суд в несколько кругов, в несколько инстанций засилил решение налоговиков на полтора миллиарда рублей в недоимке. При этом параллельно развивалось уголовное дело по тому же самому эпизоду. Там была проведена экспертиза следователем, и эксперты судебные насчитали ущерб на 175 миллионов рублей. И когда я об этом заявил в арбитражном суде, что как вы можете говорить, что решение правильное, если у нас есть приговор по уголовному делу, где как бы то же самое событие правонарушения, те же периоды, и там размером доимки другой, которые говорят, ну, так то ж там, а то здесь. Мы же решение налогового органа смотрим, и это у меня в голове тоже никак не укладывается. Поэтому такая боль есть, наверное, у каждого из нас, когда мы получаем необъяснимое решение, и долго думаем, что с этим делать. У меня вот огромная боль, и в моем окружении, когда на сцену вышла Ольга Бузова. И это было необъяснимо вообще. И хочу сказать, когда Баяков вроде ее оправдывал и говорил о том, что у нее столько там 20 миллионов подписчиков, но в результате то, что все-таки справедливость у вас торжествовала, у вас была человеческая харизма, и вы смогли сделать хорошую, свизуализировать атмосферу. Спасибо огромное. Спасибо, добрый вечер всем. Спасибо.